Как правильно в межрелигиозных браках, и могут быть межнациональные, такая же тема точно. Потому что, смотрите, надо понять, что даже люди иногда бывают вообще неверующие, но бывает еще такое понятие, как национальная культура. Вот, допустим, здесь, в России, национальная культура — это христианство, а, допустим, в Казахстане национальная культура — мусульманство, а в Китае буддизм национальной культуры, хотя они и сами по себе атеисты, ну, китайцы, коммунисты. Но они все равно, какие они коммунисты? Буддистские. То есть у них там традиции все буддистские, у нас христианские традиции в Казахстане — мусульманские традиции. И человек, допустим, он казах, допустим, казах, пшка и русский, допустим, у него все равно христианские традиции, а у него мусульманские. И даже все, орнамент одежды, ну, как бы украшения квартиры, допустим, если она мусульманская традиция, у нее узорчики такие нежные будут, а у него как бы по-другому восприятие. Ему надо будет принять ее, потому что девушка под себя украшает квартиру. У него будет восточный стиль квартиры, потому что она, допустим, там выросла, она ей так нравится. Это ее природа, ее характер. Понимаете, да? Ну, то есть надо принимать учиться друг друга. Даже если вера, допустим, у вас одинаковая, есть еще культура национальная, она тоже связана все равно с верой в конечном счете. Даже медицина с верой связана. Знаете об этом? Медицина бывает атеистическая, это аталлопатическая медицина. Это связано с атеизмом, веро-атеизмом. Бывает медицина китайская, индийская. То есть это разные виды веры. Даже христианская медицина бывает. Вот, допустим, трава лечения, все это. Это вот христианская медицина, вот наша земская медицина. Она основана на христианских традициях, понимаете, а есть и индийская медицина, китайская, это все на разных видах веры все основано, и поэтому там философии разные и все прочее. Все это надо принимать, это нормально все, не надо антагонизировать с этим миром. А я Азан, ты читаешь молитвы, а я намаз, какая разница, кто мой Бог за нас. У тебя крест, у меня луна, и помни, я не один, и ты не одна, с небес на нас смотрит, великий Аллах всегда с нами, и Бог вон в наших сердцах. Видите, он по-своему Богу понимает, понимает, там тоже. Ну классно же так жить, да? А ругаться плохо. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это.